Привет, друзья! Сегодня мы вместе с вами соберем замечательную схему и проведем интересный эксперимент, который до сих пор восхищает многих электриков. У меня на столе схема, собранная по традиционным электрическим технологиям, в которой все соединено последовательно. Два выключателя, которые соответствуют нашей схеме, и две лампочки, в моем случае это светодиоды. И нажимая одну из этих кнопок, я буду заставлять светиться один светодиод, а нажимая другую кнопочку, я буду заставлять светиться другой светодиод. Точно так же происходит в этой схеме. Давайте посмотрим, не спрятались ли какие-нибудь провода под тряпочкой и рядом. То есть, все у нас аккуратно спаяно, все соединено последовательно. Нажимаем вот эту кнопочку, и у нас горит вот этот светодиод. Нажимаем другую кнопочку, и у нас горит вот этот светодиод. Давайте посмотрим внимательно на светодиоды, действительно ли с ними все в порядке. Да, это обыкновенные красные светодиоды, маркировку которых вы можете увидеть у меня в описании. Ну и как же это может быть, если две разных лампочки загораются от двух разных кнопочек? Давайте разгадаем секрет этой схемы. Чтобы у меня все было так же красиво, как у других, я поставлю сюда вот такой замечательный электрический вольтметр. Итак, нажимая одну кнопочку, я заставляю светиться один светодиод, а нажимая другую кнопочку, я заставляю светиться другой светодиод. И я постарался сделать очень тонкими провода, чтобы никто не мог заподозрить в том меня, что в этих проводочках идут какие-нибудь двойные жилки. Давайте еще ближе рассмотрим наши светодиоды и посмотрим, нет ли среди них каких-нибудь хитрых схем, или микросхем, или же банальных диодов. Если кому-то кажется, что я занимаюсь какой-то глупостью, и что подобная схема никому не интересна и никому не нужна, то, наверное, я вас разочарую и дам вот такую заставку. Как вы могли убедиться, умные люди с умным видом разгадывают загадку этого парадокса и объясняют всем, как это работает. Ну что же, чем же я хуже? Я тоже вам объясню, как же эта схема может работать. Как может при включении одного выключателя загораться одна лампочка, а при включении другого выключателя загораться другая. Да, кстати, в оригинальной схеме, которую повторяют многие грамотные электрики, вот в такой, если нажать обе кнопки, то загорятся обе лампочки. Давайте проверим, а получится ли у меня. Да, действительно, загораются две лампочки, и это хорошо видно. Никаких скрытых подводных камней и электрических эффектов я думаю не использую. Мой додожный зритель, конечно же, может возразить. Здесь нарисованы лампочки накаливания, хотя неправильным обозначением. Да, их стали неправильно обозначать уже давным-давно, и в этом я не виноват. А у меня светодиоды, все-таки это разные вещи. Ну хорошо, тогда мы заменим эту схему на вот эту. И эта схема не менее парадоксальна, чем то, что я вам показывал только что. Между прочим, свойства этой схемы точно такие же, а именно их вы видите сейчас у себя на экране. Нажимая одну кнопочку, я заставляю светиться один светодиод именно по вот этой схеме. И нажимая другую кнопочку, я заставляю светиться другой светодиод именно по этой схеме. Нажав две кнопочки, я заставлю светиться два светодиода именно по этой схеме. Но разве такое может быть? Разве такое может работать? Совсем недавно я показывал подобную схему, выполненную немножечко на других светодиодах. И там я делал то же самое. Одной кнопочкой заставлял светиться один светодиод, другой другой. И схема-то была иной. Да, она отличалась. И если кому интересно, вы можете посмотреть ее у меня на канале. Она работает, и она вызвала немало споров. Ну а там люди предположили, что все-таки в сложных светодиодах внутри находятся довольно-таки сложные схемы, которые и позволяют мне использовать свои знания, чтобы получать подобные эффекты. Между прочим, работа со светодиодами немножечко более сложна, чем с обыкновенными лампочками накаливания. Но все-таки давайте ее разгадаем. Итак, если в необыкновенном светодиоде внутри находится микросхема, и благодаря ей можно реализовать подобную схему, то вот эти знаменитые на весь мир светодиоды, ну, может быть, не всему миру известные, но многим радиолюбителям они точно известны, никаких дополнительных секретов не содержат. Их правильное обозначение, ну, современное правильное обозначение таково. Да, это полупроводниковый прибор, который проводит ток в одном направлении, и при этом еще и светится. Ну, как вдруг у меня получается так, что светодиод, проводящий ток в одном направлении, вдруг светится через другой светодиод, если я нажимаю вот такие кнопочки. Быть может, в светодиодах что-то спрятано, но тут не изменялась никакая структура, и мы можем даже обнюхать их, и обсмотреть под микроскопом, чтобы убедиться, что да, действительно, ни между ножек, ни в корпусе, ни вот в этих проводочках, а проводки я использовал специально, очень тонкие, чтобы повторить это могли только дотошные зрители, тут ничего скрытого нет. Но чтобы вы поняли, что мы ищем, давайте мы расшифруем вот эту старую схему, которую расшифровал уважаемый автор, и заставим ее работать именно так, как это и показано в сказке загадок. И хотя именно меня упрекают в том, что я рисую загадочные схемы, неправильные, по которым трудно что-либо понять, но эту схему я срисовал именно так, как ее вам предлагают разгадывать другие уважаемые авторы, в комментариях которых вы не найдете ни одного ругательного слова. Ну, в отличие от моих. Но давайте заставим эту схему работать именно так, как объявили. Вы видите вот эту галочку, это означает, что на эти клеммы подается переменный ток. А переменный ток может проходить как в одном, так и в другом направлении. Чтобы, двигаясь в одном направлении, ток зажигал только одну лампочку, нам надо ее немножечко модернизировать. И в схемах этого не указывают. А я сейчас покажу, как это делается. Давайте добавим к этой лампочке и к этому выключателю по вот такому диоду. Направлены они по ходу дела. Тогда, если мы нажмем вот этот вот выключатель, этот диод зашунтирует вот эту лампочку в момент положительного полупериода и загорится вот эта лампочка. Почему? Да потому что ток, когда он идет только в этом направлении, благодаря вот этому диоду, может раскалять только вот эту лампочку, а вот эту лампочку он обходит стороной через вот этот диод. Все. С одной задачей мы справились. Когда мы нажимаем одну кнопочку, загорается одна лампочка. Но если мы нажмем вот эту кнопочку, пока что у нас происходить ничего не будет. Давайте дорисуем схему. Для того, чтобы схема заработала, нам надо добавить к этой лампочке тоже диод. Но только в этом случае его надо ставить противоположно первому диоду. Иначе, если мы поставим диоды последовательно, то они обойдут обе лампочки и по ходу пьесы, при нажатии вот этой кнопочки, эти лампочки не будут гореть совсем. Поэтому диод должен быть противоположно направленный. То же самое мы делаем с диодом выключателя. Он тоже у нас противоположно направленный. А теперь давайте посмотрим, как по току сработает эта схема. Итак, когда у нас нажата вот эта кнопочка и зашунтирован вот этот диод, ток может проходить только через вот этот диод. А это значит, он должен проходить вот таким вот путем. Нажата вот эта кнопка, он идет через кнопку, через этот диод. Дальше он идет, должен бы идти на эту лампочку, но так как лампочка зашунтирована диодом, он идет вот сюда. Здесь у нас противодиод ток не пропускает, а значит ток обходит этот диод и идет через лампочку. Нажав эту кнопочку, мы зажгли эту лампочку, ровно так, как я вам показывал. Обратный полупериод тока, конечно же, благодаря вот этому диоду, просто никуда не проходит. Ну а теперь нажимаем эту кнопочку. Этот диод шунтируется и выпрямляет электричество переменное у нас вот этот диод, а значит гореть будет лишь только та лампочка, которую этот ток может обойти. Ток у нас идет в этом направлении, а значит отсюда ток должен идти в этом направлении. И это я вам уже показывал. Ток обходит эту лампочку и она не горит, но зато горит вот эта лампочка. В общем-то все просто. Именно эту великую загадку и тайну разгадал Мальков в своем ролике. Ну а что же касается моей схемы, которая на светодиодах работает точно так же, как и схема с лампочками. Вот только рядом со светодиодами у меня ничего нет. Никаких диодов, никаких шунтов. И вот такую простую схему, как водится, я предлагаю вам разгадать, мои уважаемые друзья и товарищи. А заодно немножечко потеребонькать великих блогеров, которые любят читать и объяснять электрические схемы. Вот вам схема, она работает, без фейка и обмана она нарисована. Разгадывайте, друзья и товарищи. И я жду ответа в комментариях к этому ролику.